я приветствую к сожалению или к счастью видео еще у нас одной поездки я говорю что сейчас будет у нас видео с поездок вот но я занимаюсь я занимаюсь думаю что будет видео будет видео и с бояном тоже приехали нашему другу александру мы приехали уже тут миша моя жена радиончик и мы встретили встретили николая с его другом такой был багажник будем ехать дальше на самом деле будем ехать дальше я надеюсь нас чуть-чуть покормят здесь и мы будем ехать во францию брат уже до дегтярева пообщаться вот так что такие у нас планы все мы заходим в дом где-то хозяин я не вижу а вот хозяин и тогда вернется снова весна и мы соберемся и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, поехали мы дальше Поехали в одно село Смотрим, женщин куча, а мужчин нету Что такое? Они там за селом копают Мы зашли туда за село А там такая яма, наверное, метров 7 вниз Они копают, воду ищут Воды нету в селе, там рыли яму, там рыли яму Воды нету И мы уже так, давайте вы пока остановитесь Мы вам попроповедуем Помолимся И дальше будем беседовать И они все вышли из той ямы, собрались Мы проповедуем Слово Божье, говорим о Боге Бог начинает двигать Просто, что интересно Когда уже последняя проповедь заключительная Вызываем людей Все село вышло на покаяние Просто все село И такое появляется дерзновение Или такая вера Говорю, если вы сегодня примете Иисуса Христа Как личного спасителя Он способен и исцелить ваше сердце И вашу землю Когда вы отдадите свою жизнь в его руки Он просто способен Потому что вы поклоняетесь бесам Вы здесь шаманы у вас Вы колдуете Земля под проклятием Нету благословения Вот когда вы примете Бога Он даст вам милость Интересно, все село кается Образовывается церковь Начинает рыть землю Вода просто появляется Такое чудо Просто чудо Интересно очень Да То как-то так смотришь Насколько Бог просто Ну к людям говорит Они принимают И просто Такое идет исцеление Идет благословение величайшее Да То так оно как-то было И что дальше Мы тоже чуть-чуть не понимали Сначала не знали А там детки Ну как у нас Родится ребенок Мы его несем в церковь Да благословляем его А там то же самое Родится ребенок Они его отдают Колдуну Он там делает свой обряд То есть продает дитё дьяволу И он уже под проклятием Уже всю жизнь Но враг на него имеет Своё действие Свои влияния И когда они сделали обряд Этот колдун цепляет То ли Такая резинка Ниточка на руку На шею На поясницу На ножку Вот И мы тоже не знали Молимся Они дети Просто кидает Враги кидает Беснуется Женщины беснуются Такое всё страшное И уже нам потом рассказали Что они проданы дьяволу Мы начали это всё разрывать Просто за детей молимся Режем эти повязки Они боятся Одна женщина Погода наперед Просто дрожит Я говорю Что ты боишься Мне сказал колдун Если я сниму эту повязку Я просто умру на месте Я говорю Не умрёшь Бог живой Он даст милость Я так себе смотрел Насколько люди доверяются Прекли белые Странные какие-то люди Некоторые шугались Не видели белых людей Убегают А потом трогают нас Волосы трогают Вот И здесь я выходит наперёд И ты им говоришь вещи Им странные Но они настолько берут верой Стоит дрожит эта женщина Я сейчас умру Говорю Да не умрёшь Что будет хорошо Обрезали повязки Помолились Радуется человек И что интересно Враг всё-таки Как говорится Только мы уничтожали Вот эти вещи Он просто физически Нас просто добивал Мы едем Машина поломала Сцепление вылетело Там то Разные проблемы Физические Насколько Чем больше ты погружаешься То есть Разрушаешь его мир Он настолько тебя атакует Тем Чем он может То есть Такими механическими вещами Мы это очень переживали Корюса стреляли Гитара лопалась Эта струна лопает просто Но мы молились И Бог давал милость Приехали в то же село Проповедуем Там братья Говорят за другим Говорят А здесь Две женщины Старенькие А у нас Генератор Хондовский Два Новенькие Взяли Всё аппаратура Только начали играть Эти берут пыль И так в небо кидают Раз Глохнет генератор Не работает Братья не могут Проповедовать Завели другой Эти Братья кидают В небо Тот глохнет Всё-всё Остановилось Уже на горло Братья берут Ну как Там куча людей Невозможно Как взмолились Заработал генератор Люди Пошли на покаянии Две женщины Тоже выходят Каяются Бог дает Освобождение Такое интересное Такие действия Очень серьёзные Интересные Вот Мы там Горы Затем Струны Я так Что-то вспомнил Ну Слава Богу Бог нас Сколько ведёт У них Вообще Там идёт Португальский Как национальный Но там У них три языка Там идёт Нюнгуэ И идёт Шэва У нас переводчики Они по-английски Говорят То мы с английского Они же переводят Ну и сейчас Уже Конечно Наши Там Ну Мы же 9 лет Более Трудимся То уже Два человека Взяли русский Украинский Тоже Чётко Кто с Украины Ведет Уже Чисто Свободно По-украински По-русски Вот Проповедует И Бог Делает свою работу Сегодня уже Более двух тысяч Человек Покаялась Уже Где-то 38 церквей Которые Мы открыли Ну и ещё Они проповедуют Дальше Эти африканцы Растёт Число Спасённых Людей Да Чудно Очень чудно И так Мы не знали Не думали Молились Господи Куда Он сказал Мозамбит Поехали И есть успех Я не музыкант Среди музыкантов Для меня Это новое Просто как Я никогда не вникал Нет Просто Я любил музыку С детства С юности Обратим Рассказывал Знал там Три аккорда Ля, Ре, Ми Всё Больше ничего не знал Поехал в Африку У нас 19 человек Группа Ну вроде Все поём Две гитары Никто не будет играть Я знал там Одну испанскую песню Одну Прихожу к тебе Эту песню Знал Ещё Какую-то Не помню И мы С трёхюмой песнями Играет Три песни Уже Натренировал Эти песни 12 дней Мы в анализации Несколько А у нас Едем в Гандрасс На 7 служений В день И так С 5 утра Мы подъём До 5 ночи На служение Служение Только не ванализировали Да То уже потом Приехал домой В зал Гитару Учился Играл Играл Мучил Мучил Вот так Чуть-чуть Что-то подучился Но вот такие Разные Такие Как Такую Теологию Как сказать Язык музыкальный Того Конечно У меня Самоучка Много Чего Служим У вас Много Интересно Если меня Вдруг Спросят Кто Для тебя Твой Бог Я им Отвечу Просто Силой Священных Строг Свят Всемогущ И нет Ленин Нет Не Фатальный Рог Царь И творец Вселенной Это Мой Чудный Бог На цей день Так долго Вся земля Чекала Коли Влине С неба Чистий Сильный Дождь Коли Солнце Правдин Розгонит Хмари Коли Пісню Счастья Заспіває Хто Сміла Сміла И Цей день Нарешті До нас Увірвався Він Приніс Нам Мир Розгонит Нарешті Нарешті Сміла 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 Всевогутній Батько Нарешті Нарешті Пісня Нарешті 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 Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Пить рартом. Разные голоса по-разному звучит, да? И здесь нет разлива, вот этот шпаял, нет разлива. Александр, не видишь? Обычно разлив есть. То есть здесь абсолютно чистый голос выдает. Чистый голос выдает. С любым оркестром он сам сливается. Да, сливается. С Юпитером свои плюсы и свои минусы есть. Юпитер может где-то звучит лучше, но он эргономичнее, мне нравится. Но здесь левая рука хуже, потому что кусковая. Юпитер мощнее. Особенно вас. Нет, Юпитер хороший. Когда мы приехали сюда, наш певец он баянист. И у него был Юпитер, он на Юпитере играл. Знаю, он мог хорошо звук Юпитера быть. Так приятно. Хорошо. Посмотри, советуем просто. У Виталика есть два видео. Когда он купил Юпитер. Свой. Я думал, он Юпитер привез. И потом, когда он его от Жени Новикова забирает. Он его не узнал. Два раза баян. Полностью. Все. Этот самый цирилоид итальянский. Мех. Хорошо. Он его и внешне обделал? Внешне полностью. Сдержал все. Внутренне внешне. Это мастер от Бога можно сказать. Он сказал, что он в одном интервью. Виталик пару раз у него был с Николаем. Я один раз с ними посчастливился. Он в одном интервью сказал, что я готов. Если мне еду будут давать, я готов работать. Ну, то есть, он до того любится вот это вот дело. Чтобы ремонтировать. Ну, он вот эти вот дела. Это люди, которые одаренные от Бога. У которых, скажем, помимо того, что, скажем, любая работа это средство заработать деньги. Да. И люди так очень часто. Ну, и написано так, чтобы мы трудились своими руками. И из этого мы могли выделять нуждачих. Но это дар Божий. Если человек, он на своем месте, если он от этого, скажем, имеет уже такое вдохновение, такую радость. То, что он может сделать. Я переживал просто вот момент жизни. Бывает такой душевный псалом. Я прохожу какой-то боль, какую-то долину уничижения. И такой псалом. Там, прихожу к Христу, постирай руки. Или вот эта песня, мы в Африке. Настолько было духовно трудно. Ну, мы как молодежь, как чуть-чуть постарше. Но в церкви привыкли проблемы. Мы смотрим на служителей. А вот служителя они все решат. А здесь Африка. Здесь народ присутствует. Здесь все трудности. И мы смотрим сзади себя. Там только молодежь. Господи, куда? И вот ты, Господь. И ты помоги. И прям эту песню. Ты с нами Бог. Когда мы пели эту песню, настолько приходило чувство. Просто реально Бог там присутствовал. Просто песня, она в молитву всегда так приходила. Настолько Бог открывал небо. Это просто было... Ну, мне это было настолько чудесно. Поэтому, когда какую-то песню из глубины души моей, я просто всегда возвращаюсь мыслями туда, в Африку. И, ну, просто переживая опять-таки, переживая вот эти моменты. И просто, ну, ощущаешь просто, ну, как... Оживаешь, просто оживаешь. Оживаешь. Просто чудно. Так. Лучше. Лучше. Staat. Ну... Ваша. Down ее... У�ной. И двер métёй тоже мог... Оживаш bounce. Бобои! Ваша вера. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.